Иди, смотри, что я тебе привез. Да, смотри, новый транспортное испытание. У нас штатный тестер-испытатель. Котовер. Он и есть, который? А? Котовер считается, что вы можете. Он на Алик изъявляется 240 тысяч стоимостью. Но нам сделали скидку, продавь за 120. Мы смогли, не торгуясь. Это немножко настораживает. Шмурдяк хотела. Алиминевая рама, я не знаю, что это как-то уже. Это снимается. Батарея прикольная достается. Нифига себе, смотри, батарея. Вот, это серьезная батарея. В отличие от этих изолентой перемотанных банок. Да, да, да. Она прикольная, она в раму вставляется. А это есть у нас бэкстедж для какого ролика? А, мы сейчас не об этом, да? Я пока не знаю. Ладно, разгружаемся пока. Покажи вон еще. Это уже, я думаю, когда момент, когда выйдет этот ролик, этот уже будет на основе. А, да. И вот туда-сюда вывозишь его? Да, да. Да, да, да. Да, да, да. У меня он уже, видишь? А, он помогает. Покажи, покажи. Это фигня. Вот здесь у меня... Это гематоматом? Это более интересный, да? Ну, а что ты? Приложи. Ну, пару. Да, да. Да, да. Ну, слушай. Ну, ладно. Сегодня будет совершенно другом ролик. Так, еще раз пользуемся. Так, ну, а объект у нас сегодня вот такой вот. Не полноприводный, правда. Но, как видите, уже в грязи. Мы уже успели на нем нормально покататься, поколесить. Держится вообще достойно. Идет хорошо, очень мягкий. Конечно, все подробности вы увидите в основном. Ролики, да, на канале основном Review Machines. Такой мягкий диван-сиденье прям. Тут у нас и система амортизации классная. Вот, как спереди, так и сзади. Кофра можно прям два поставить легко. Вот один здесь спереди, другой сзади. Вот. Уже пробовали и вдвоем ездили. То есть килограмм 170 он легко тянет. Вот. Что у нас тут? Дисковые тормоза. Да. Ну, стандартно уже LeFan на 8 лошадей. Дальше глубже у нас там стоит вариатор. Ремень, правда, стоит чуть шире, чем должен быть. Но это специально сделано, как говорит производитель. Кстати, производитель в Кирове. На вятке. Вот. Да, нету никаких ни спидометров, ничего здесь электронного. Ну, оно и лишнее на такой технике. Вот. Дутики такие приличные, хорошие. Предполагалось, видимо, еще на вилке еще тормоза спереди. Но это все лишнее. Вот. Ну, что, повторюсь. Все в основном ролике. А сегодня нас ждет настоящая грязь. Наконец-то прошли дожди. Вчера было вообще 9 градусов в Подмосковье. Сегодня, благо, уже 20. Но дождей было много. Как будто... Как будто ничего не произошло. Я хочу услышать твое мнение. Вот смотри, я утром, пока ты не приехал, здесь какое-то что-то поболтал. Ну, сам с собой, как говорится, поговорил. С умным человеком. Да, ну, что, грех с умным человеком не поговорить. Вот ты сегодня целый день на нем катался. Вот на этом зверском аппарате. Вот что ты можешь сказать? Я скажу так. Это такой своеобразный кожаный диван на колесах. Вот едешь, как на диване. Сидишь, как на диване. Катаешь по кочкам, по всем, по ухабам. Вот прям такое ощущение, как на диване. Он широкий, мягкий, комфортный. Но, конечно, колею не любят. То есть, колею он прям так сразу начинает валиться. Надо сразу ногами помогать. Но, на удивление, по болоту поехал неплохо. Я думаю, хуже будет. Все-таки задний привод нормально тянет. Но это все видно будет на видосе. Ну, конечно, чудес нет. Звезды забиваются травой спереди и сзади. В целом, я очень, так скажем... Да, была проблемка, кстати. Ну, мы ее там прям в грязюке устранили. Газ не до конца возвращался. Потому что трос прибил. Ну, да. Тут вот трос, вон, честно. Да, надо менять трос. В общем, что я хотел сказать. Он с виду очень простой. И может, как бы... Можно подумать, что он не настолько хорош, как это у нас на практике. То есть, у него очень простой внешний вид. Но он может удивить, когда на нем начать кататься. Так что, вот такие мои впечатления. Да. Так, а ты что здесь делаешь вообще? Опа. Катаюсь. Привыкаем. Переходной момент, да? Такого бензотяги на электротеке. Смотри, регулируемый амортизатор. Алюминиевая рама. Покраска просто шик. Только единственное вот здесь вот. Как нам сказали, это дизайн. Дизайн вот этого вот элемента. Но, если честно, то это такая отмазка, по-моему. Ну, да. Но, тем не менее, покрасочка очень приятная. Швы такие алюминиевые тоже очень приятные. Тут вот это вот устройство. Все это задний подвес называется. Вроде даже работает. Регулируемый амортизатор. Это я пропиариваю. Гидравлические тормоза. Вот. Стоит, конечно, сейчас посыпется камень. Это стоит 120 тысяч. Только никому не хватает. Это в чем? В долларах или в рублях? Это в биткоинах. В биткоинах? Да. Но мы еще на нем не катались. Попробуем. Короче, задача сейчас... Виктор, походи сюда. Задача замерить пробег на одной зарядке. Вот здесь есть одометр. То есть он будет показывать пробег, который текущий. Мы его сейчас обнулим. Минус 0. Вот зажатием он переключается с одометра. На трип. Да. А минус нажав в трипе... Минус 0 сейчас он. Он пыльк... Нулевой становится. Вот. Нужно на одном заряде выкатать по максимуму. Замерить пробега. Слушай, какая интересная штучка. Нет, никак не разбираться. Ну и давай на себя. Оп и на себя. Давай. Не будем ломать, да? Человеку объясним, чтобы не задерживать. Так, ты все, все, утаскиваешь, утаскиваешь. Ну а вот с этим-то заканчиваем. Прощаться будем? Да, с этим заканчиваем. Переходим к этому. Ну ладно, увидимся в следующем. Какая-то скомка на бэкстейдж, но все-таки. Всем пока. Не-не, классный аппарат на самом деле. SR21. 21 это, я так понимаю... Это возраст, с которого можно не въездить. Не-не, это два колеса, одно ведущая. А мы ждем SR22. Ага, слушай, тонко. Я думал, это возраст. Это я так думаю. А SR что такое? SR? Да. Причем, по-моему... Врань SR были, декабристы были, черносотинцы. Я думаю, это что-то из этого. Знаешь, еще, в чем фишка, вдвоем, наверное, ездить, да? Когда второй человек садится ближе сюда. Ага. И такой вывесит стремно. Кстати, это вот единственный у нас человек. Это потом можно вырезать и перестивить в концовку. Которые они вдвоем катались. А, мы же вдвоем-то не садились, да? Мы километров 25, наверное, 30, наверное, накатали. 30 километров вдвоем, да? Вдвоем. Ну, вы по асфальту, чисто? Нет. По грунту? Мы катались, до речки туда ездили, она. Мы нашли там одно место, где бережок, палатки стояли, люди дыхали. Это на какой речке? Ну, туда, за асфальтом. За асфальтом? Да. Мы какие-то дорогу нашли. Так, и что вдвоем-то вдвоем-вдвоем? Вдвоем, короче, когда едешь, на хорошей кочке, и если сзади сидит тяжелый человек... Пробивает? Пробивает? Нет. А переднее колесо, оно же неуправляемое. А, вели? Понял. Нормально. Не, ну вдвоем ездить можно, да? Вдвоем можно ездить. Ну, конечно, тяжело в управлении. Конечно, что понятно дело. Тем более, когда кочки и ямки, грязь, но все равно. Это мы не показали в основном ролике. У нас еще будет вторая серия по секретам, скажем. Кого-нибудь вытащим на батту. Кого-нибудь интересного. Вызываем. Отзовитесь, кто? Конечно. Кто готов забатлиться с этим аппаратом? Я не видел, как мы сейчас запузырили его болото. Да, это все в основном ролике. Ладно, пойдем Вите рассказывать. Сидение сухое. Как выкатывать надо. Максималочку. А с этим все, мы прощаемся. Да. Все. Всем пока. Смотрите основу. Продолжение следует.